Итак, процессы. Как играть процессом? Смотрите, мы не смотрим на ники, на рамки, ни на что. Мы смотрим только на карту и думаем, что делать. Самый простой способ игры 2 на 2. Играть агрессивно. Плюсы и минусы. Ваш союзник может не захотеть, не уметь, не знать, как играть. Чтобы агрессия в 2 на 2 была эффективной, очень важно, чтобы и вы, и ваш соперник либо одновременно очень сильно нападали, либо с небольшой задержкой между друг другом, но с разных сторон. Нет смысла, к примеру, приходить в атаку, например, прото с 4 гейтов, и терран приходит через 30 секунд танкопушем. То есть нет смысла приходить через 30 секунд по земле, если вы вдвоем идете. То есть если уже что-то как-то нападаете, то лучше нападать либо одновременно в одной точке, либо с задержкой, но тогда в разных точках. Что вы тогда срываете соперников в одну точку, ваш союзник в другую. Это если мы играем с союзником, с которым можно договориться. Да, то есть идея в том, что каждый, кто из вас играет, знает, что Starcraft сложная игра, и не каждый способен прям исполнять. Вот просто, например, договориться, давай там на пятой минуте атаковать, и просчитать два, например, там на пятой минуте. Вот, ну тут приходит как бы на помощь билды. То есть мы можем просто-напросто брать и играть какие-то уже заранее готовые, продуманные билды. Наш союзник делает два барака, это ничего не значит. Вот, самое главное, всегда не полагаться на своего союзника, ни капельки. Нам нет никакой нужды полагаться. Зачем? Вот. Второй год забыл кинуть. Три на три, бро, запрятался, когда время будет. Три на три. Устроим. Я думаю, все командники устроим. Опять же, мы... Спасибо за поддержку. Спасибо, Б. Вот. Я посмотрю, как будут работать вот эти вот... Вот эти контенты. И если они будут работать, тогда такого даже много будет выходить. На самом деле, 2 на 2, много кто играет. Смотрите, как мы начинаем. Мы начинаем в Сталкер-Сентре и... Кибернетке мы делаем апгрейд. Делаем третий пилот. Вот. То есть, вот такое начало запротца самое универсальное. Вот просто запомните, когда вы играете запротца 2 на 2. Вот это универсальное начало. Если вас рашат, это поможет защищаться от раша. То есть, нет более удобной, так сказать, установки, как можно играть против раша. Вот. Сталкер-Сентре построили. Сразу же делаем 2.30 роба. Делаем 2 гейта. И... Из этого вы можете переформатироваться сами в раш, либо вы можете сыграть в макро на развитие. Вот. Сейчас я покажу именно рашевую тактику, которую вы можете применить с союзником. И, кстати, опять же, не забывайте ставить лайки под видос, потому что если видос набирает просмотры и все такое, то будет контент из-за зерга, из-за тирана. И вы сможете из многообразия рашевых всяких тактик подобрать себе и своему напарнику, естественно, тех, которые приходят плюс-минус в похожее время. Вот. Заказываем призма. И обсервер. И ждем. Ждем, ждем, ждем. Призму мы кидаем 2 бутста, чтобы на буты долетело. Вот. Это такой аналог типа 3 гейт призмы, только с 4 гейтами. Если союзник тоже с нами играет, мы можем сделать варп и прийти по земле. Если же союзник с нами не играет, как вот здесь, да, то есть он там что-то сам себе строится. То есть в рашек не идет. Мы делаем вот такой вот. Вот конем. Летим вот так. Карты 2 на 2 длинные, и как бы... В 1 на 1 уже можно было бы добраться. Вот. Но мы здесь придем чуть меньше в количестве мюнита, чем обычно. Сначала покажу пару рашей. Потом все остальное. Смотрите. Дропы. Пришли, скинули, наварпали. Сделали Guardian Shield. Начинаем тут все крушить. Все, мы полностью парализовали его экономику. Дальше мы строим рабочих. Дальше мы строим рабочих. У нас все окей. Понимаем, что там банши. С рабочими деремся доварпом зилком. Все, доварпов больше не будет. И все, и добиваем. То есть дома мы защищены. У нас все окей, видите? Такая вот ранняя атака. Можно либо атаковать, как я говорю, с союзником, либо атакуем сбоку и продолжаем развиваться. Вот. Здесь у нас двоякая история. У нас вроде бы есть второй Nexus, но мы при этом играем в раш. То есть раш у нас слабее, чем обычно. И этому есть своя причина. То есть мы можем где-то здесь, пока мы летим, еще доварпать по дороге и прийти в 4, вот, 30. У нас будет 12 юнитов. Но у нас только 8. Потому что у нас 4 в призме и 4 доварпнута. Вот. Мы за счет того, что мы не варпаем юнитов, ставим Nexus. И вот эти раши, они нанесут какой-то урон. Но просто если соперники сидят дома большим количеством войск, они вас, естественно, быстренько здесь уничтожат. Ну, вы уже нанесли урон, вы что-то сделали, разменялись, как минимум, войсками. Это не потеря потери, можно играть дальше. Вот. В 2 на 2. Если вы разведываете, это круто, это все хорошо. Вы должны понимать игру тогда. Вот. То есть тут нету никаких секретов, что ты увидел то, значит, это то и делай то. Так 2 на 2 не работает. Нужно постоянно разведывать, контактировать с союзником, чтобы он разведывал. Вот. Поэтому я выключаю обычно эту часть игры в 2 на 2. Вот. Немножко нужно думать про расы. Давайте сейчас подумаем у нас. Протос, протос, против протос, зерк. А вот тут такая дилемка, да, интересно, смотрите. Она называется стенка. Вот стоит сделать стенку или нет? На самом деле, типа, стоит, да? Логично, по-моему. Вот. Но стенки бывают, мешают. Особенно потому что нужно контактировать с союзником, думать, что, как делать. Вот. Поэтому мы делаем стенку возле некруса. Стенка возле некруса вот такая, которая будет наглухо блокировать отходы для собак. Будет работать не хуже точно на рампе. И с такими стенками и вы, союзник, если что, за протосов сможете защищаться. Да, то есть вам это нужно. Чтобы защищаться, вам нужны армии. Все. То есть вот с таким открытием у вас всегда будут армии. Один из моих любимых креков. Будет послушать ссылочку в описании, на радио, как обычно. Так. Все. Кибернетка. Переводим. И сейчас мы еще один будем играть в рашек. Смотрите. В этом рашеке мы сыграем какую-то интересную штуку. Отправим пробку в прокси гулять. Надеемся, она сможет выбежать. Делаем два сталкера. Делаем в Warp Gate. Два сталкера. Единственная ситуация, когда вы хотите сделать не сталкер, а сентриот. Когда вы хотите играть в Blink. Да, мы сейчас будем играть в Blink. Хорошая универсальная тема. Если вы умеете особенно контролить с Blink, прям очень круто все работает. Организовываем место для прокси пилона. Пустим наш Blink. Будем играть в Blink Аллы. Знаете, сталкеры против фотонок. Не спеша будем идти. Сталкеры против фотонок. Как сражаться? Кажется, непобедимая, Стоят фотонки. Что с ними делать вообще? Невероятное что-то. На самом деле нет. Все очень просто. Пересталкера атакуете, отходите, атакуете, отходите. Скорость атаки у фотонки быстрее, чем у сталкера. Поэтому, чтобы минимизировать их ДПС, вы так вот делаете и все. Дальше все легко. То есть, стиль рассчитан исключительно на микро. Контроль ваш. сохраняйся. pillоман, хую, хую. хую, 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 хую. вам ничего абсолютно не надо только умение микро контролировать отдельно как всегда стараемся вот так вот держаться кучка и воды стенок минимализируя их площадь атаки и микрит тут все будет зависит реально от вашего уровня микро заметьте я не пытаюсь микрит какое-то волшебное время да то есть я не жду пока у меня будет мало жизни сталкера или чё что-то типа такого то есть я всегда просто и прим вот очень действенная тактика очень действенно если вы ваш союзник еще вместе играете тоже еще не вместе если серия будет прям популярна именно на тубочке а то есть вот если на ютубчике начнет набирать просмотров то мы организуем что-то типа мини конкурса кто там со мной может попасть поиграть и мы будем делать два на два союзников да вот потом закончу потомчик не сдается на вот то есть будем брать кого-то из наших зрителей подписчиков и вместе с ним прикольные страты делать то есть показывать как играть союзникам ну это только при условии что реально эта штука просто поэтому много кому интересно это набирает просмотры скажем так потому что 2 на 2 чтобы было интересно очень важно чтобы и вы не ваш союзник имели плюс-минус одинаковое понимание из и скилл это очень важно иначе это будет ну такая напряженная трудозакратная история важная движуха в команде а а а а очень классно там пенсик потом со стримов то есть вот это мы все выдержу там где молчу и мы просто добиваем то дельного потанчу чик баркад да для конспирации делается в чем смысл баркад баркад смотри берем например что ты играешь вот на уровне топ 200 до у тебя есть плюс минус допустим тут есть еще люди которые не калибру не калиброваны и так далее плюс минус 400 человек схожего хоть как-то с тобой ммр это очень максимум до в реальности вот 6000 может попасться там против 5 500 например на то есть против 6 7000 ну например возьмем 400 человек эти 400 человек играют в разное время понимаешь и когда ты это разбиваешь все получается что у тебя в реальности например с тобой одновременно ищут игру но там чек 40 а вот в этом диапазоне вот и если ты хочешь потренировать какую-то стратегию интересную и у тебя не баркад то люди которые против тебя попадаются они уже понимают плюс минус твой стиль плюс минус то как ты играешь вот и если ты например там играешь чисто фотонки вот ты хочешь показать да ребята я играю фотонки я вас всех выиграю ты играешь на своем аккаунте который подписан я играю фотонки ну либо там king cobra например на свое время вот а если ты хочешь чтобы против тебя каждый человек играл как против нового соперника да то есть чтобы он тебя разведывал чтобы он видел фотонки шпри акция была не заранее вслепую тебя контроля и ты потом из этого как бы играл а реакция будет человеческая нормально все пришли посмотрели а вот он делает так я реагирую так вот делают баркоды играл фонда играл да 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 совершенно верно то есть ну вот скорее всего из рубрики на я смотрю на плюс-минус дошла кофе стыдом вот мне посоветовали интересную тему и будем так дальше и вести типа буду что-то рассуждать и разбирать темки и где-то кто в комментах интересную тему предлагает ее точно буду разбирать вот предложили такую тему влияние типа возраста там на ухудшение реакции вот это вот все и вот вот эту тему буду разбирать как раз такие вот не столько там ухудшение реакции сколько просто время на то есть вот у меня например к игру есть семь часов неделю на поиграть то есть вот сейчас я поиграл три где-то к выходным еще там четыре часа еще поиграем все больше нет времени то есть если сидеть играть на 6к это вот у меня будет сегодня я плюс-минус установил скилл плюс-минус следующий день 4 часа попробовал погриндить все и опять у меня там скилл будет слетать и до следующей пятницы там например до четверга то есть именно количество времени пропадает и вот допустим сегодня мы сыграли много интересных игр прикольных а если я играл сейчас в доту ну вот мы доиграли вторую игру возможно и не факт что они были бы веселые да если ты не делаешь очередь естественно у тебя больше минералов в первом начале 4 до хоть и было 6 было прикольно а тут 12 до очень быстро что такое в 2 и в 2 это кнопка на которую ты нажимаешь и у тебя выбираются все боевые юниты которые существуют вообще на всей карте саварианом норм ну вы просто катали катали да типа не ничего не мешает катать но типа реально супер как бы кайфу ли можно получить когда вы плюс-минус на одном уровне специально остается на чудо да есть такое и так еще у нас так нас этим показали два раша который я бы сказал в принципе вот актуальны на то есть больше ничего сильно не стоит выдумывать на самом деле то есть они в принципе вот хорошие вот эти два раша сейчас предлагаю поиграть в игру плюс-минус думать что происходит или реагировать на развитие канала бро спасибо большое бэр спасибо за поддержку я кстати наверно три на три устроен на следующем стриме то есть точно так же мы два часа поиграем челлендж и третий час будет три на трешке так чё у нас тут по карте вот сюда сюда и вот сюда я говорю стеночка нам не нужно все она будут отовсюду забегать и но стенка не спасает вас на сто процентов расписать и юниты никакая стенка вас не спасет когда на вас бегут например два зерга были на бастом одновременно два зерга наделали бэйлингов и от одного зерга в один на один часто тяжело защититься да а представьте что на вас два одновременно так наваливаться стенка не спасает а вот юниты если у вас есть которые заранее встретят этих бэйлингов которые выстрелят по ним уничтожит бэйлингов вот они спасут они спасут они сработают отлично вот играем сейчас макро как ты и не так макро многие как бы считать что если мы играем вот ну вообще забудьте слова макро просто так как она в обиходе я его все-таки употребляю вообще стоит его забыть все очень просто если соперник идет вас кушать вы уже не играете в три базы просто смиритесь этим да вы не играете в 4 базы вы не играете для 2 вы сейчас отбивайтесь от ушах вот и все такая же история когда соперник по примеру тоже с вами играть в три базы тогда вы вроде бы играете в макро которые можно так называть вот надо играть не в макро не вкусный гураши надо играть старкар 2 мы сейчас просто будем играть в старт крафт правильно красиво старкартик кроме состав персентри это наши юниты для разведки для всего остального и вставим 3 пилон тоже дома я всегда 30 пилон план 2 ставлю дома они внизу я не спешу выходить в вторую базу то что если нас сейчас придут рашить вот меня вторая база не нужна и пилон у меня дома смотрим чтобы а ничего что два stalker делаем и готовимся ставить на плюс 4 юнита nexus дальше какая-то технология что может быть blink если вам хочется мы сыграем в этой игре по stargate момент я не спешил строить торги ничего не спешат что-то делаем 4 юнита хватает если нас не рашит то все окей главное разведать вот этим теперь знаете потонка ну потонка часто сигнализирует что против тоже будет играть stargate и мы переигрываем на какие-то особенностях экономических обычно особенностях соперникам и так знаете старгейт база есть у одного видим две базы у соперника сейчас то он делает он делает кучу этих там плеток спорок и будет ли он вас атаковать ближайшую минуту если они наделали как у вас нет да вот вот самое главное понимать будут вас атаковать сейчас прямо сейчас или нет как только вас соперник не атакует начинайте халявить 2 на 2 просто начинайте халявить построить себе батарейку постойте фаржу например если очень хочется да там не знаю если прямо надо например сделали смотрите мы сделали грелочку пролетим ей почистим оверлордов и начинаем добывать газ самый ценный ресурс только два это газ он добывается очень долго наша задача его начать добывать как можно раньше можно больше тогда мы переиграем соперника в его газовую как бы игру наш соперник сейчас сыграет газовую игру он пытается наделать плейт-гейм армии под потонками батарейками так давайте просто доходим ну раньше его все ресурсы мы же заграем запрос у нас для этого все есть мы просто вот смотри максимальнейший халяви и что мы сделаем каждую минералку по по тонке обязательно на будущее вот именно с найти я защищаю минеральной линии я не защищаю там какие-то подлеты или еще что мне важно чтобы меня пробки добывали я вот здесь вот стану винтами скажу атаку меня все я в минеральной линии вот уже можно начать делать апгрейд на воду сейчас вам покажу просто что мы натворим прям жестко будет сейчас мы сыграем по уберу просто лейт-гейм и ну вот в этом фишка 2 на 2 где-то брать немножко если мы играем в экономику очень критичные так сказать отметки вот сюда поставили 6 газов на эти 6 газов оставили сразу же торгейт 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 и флипбикон и сразу же флипбикон то есть наша т3 здания для батона царян микрофон громко и сразу еще газов вот и наша задача чуть-чуть еще минуту прожить все наша задача прожить одну минуту и мы уже в принципе как бы выиграли можно сказать так у нас есть кто-то кто бежит сюда на мы ждем батончиком и сейчас закажемся в этом фишка 2 на 2 то есть если соперники если вы не играете в очень жесткий целенаправленный пуш вдвоем союзникам то работать ничего прям нормально не будет то есть вы либо вдвоем жестко нападаете типа либо это реально не работает вот и когда это не работает ну проще выйти в лэтик немножко делаем роба еще и еще 2 астрогито куда вот заметим большинство процессов 2 на 2 которые так вот играют которых вы видите они строят очень очень-очень-очень много потонок батареек они обустраивают вот так вот всю базу фотонками батарейками а фотонки батарейки стоят ресурсов пока он занимался на самом деле бездельные безделье абсолютно хотя по-другому это не могу назвать мы собираем супер убер лимит и вот этим лимитом мы сейчас пойдем нападать помогает включать стерео наушниках тогда можно по звуку понять откуда идет нападение вот и все и выходим по таку когда у нас уже 200 наши собираются вторую кибернету на андрейда еще такой легкий простой способ что ну два на два ребята это территория игроков которые в один на один скорее очень ну слабовато еще вот и все кто играет один на один хорошо они уже хорошо понимают что статической обороны это плохо а кто уже выходит плюс-минус платину вы уже платине обычно не увидите никаких этих статических приколов то что это как бы не работает вот и не стесняйтесь базу занимать то есть у вас начнут ресурсы копиться просто так будет начинать разрастаться как только вы выполнили план начинайте расти такая интересная логика в 2 на 2 вот и знаете и вот все мой союзник не знаю чем это занимается черта занимается я понимаю что у нас все достроено уже мы как бы идем вот как атаковать карьерами на очень просто старайтесь выпустить сразу всех и начать прожимать по очереди каждого вы не то соперника на грейдах это выглядит достаточно жестко это значит мы и брейшки ну армия за армию рэди просто в одного часа забрали ну это им сейчас придется отстраиваться этим будут проблемы Королевы взрываются Ну я не понял, что уже хороший Гриша еще надеется, это нормально То есть 12 где Где не справилось 12 этих Брудов Справится 4 Короче Это нормально Очень часто бывает такое Очень мало кто использует В своем обиходе, но и в своих Принять решение Поговорку такую хорошую А на кепто был Вот Итак Вот поговорочка Когда что-то не сработало Не стоит пытаться сделать это еще кучу раз Оно вряд ли будет работать Отлично Блин, греки нас жаль Что для ютуба мы смогли придумать Только игру в Air Tosa Вот, это критическое мышление Часто оно возникает у ребят Да, то есть что-то мы увидели Что-то один раз, и мы сразу такие А, ну, наверное, парень играет всегда только в Air Tosa Вот Ну, такое бывает Давайте сейчас по шифту пустим по всей карте Там есть чатик Да, StarCraft соревнования Почему вар ворота? Не, название не Clickbait Просто мы в начале стрима поиграли Это, теперь по просьбе Зрителей 2 на 2 Немножко еще Моя в ютубе Да нет, вряд ли Опа Все Все Тут мы справились И Вот у нас КММР Так, ну что, еще одну игру предлагаю Сколько надо караптеров, чтобы ваншотнуть кэрреры? Сейчас не подскажу Но это юнит тесте надо потестить Много Кэрер, естественно, самый живучий Юнит Опять не буро с нами Не беру Вот 2 зерга Смотрите Вот Протоса В чем прикол Он максимально не гибкий То есть у Протоса Вот если вы затерна играете в био Вы можете играть био против То есть Марики, мародеры, медиваки Против всех Против любой расы Если вы за зерга играете врачей И лингов, бейлингов Вы можете играть против любой расы И еще таких много составов За Протоса нет За Протоса даже Иммортала, Зилы, Архуаны Все равно могут быть не очень Поэтому в 2 на 2 Протосы очень любят На самом деле Какие-то критические очень штуки Знаете, здесь мы сделаем стеночку Потому что мы играем против двух зергов И карта позволяет Да, то есть Если вы появились один И против вас 2 зерга То это нормально То можно Можно Ставить стенки Вот Если же вы Играете вот как на прошлой карте Я бы все равно стенку не делал Даже против двух зергов Вот Открываться мы будем всегда одинаково Абсолютно вне зависимости от ситуации У нас всегда будет 2 гейта Всегда будет сталкер-центри Это просто банально По той причине, что по-другому никак Не сделать Против двух зергов у вас есть одна Одна уязвимая точка Это 12-й пол Когда два двенадцатых хулов вам прибегает Против двух зергов стоит пойти в разведку Единственная причина, когда Хотим пойти в разведку Когда мы играем против двух зергов Потому что просто против двенадцатого пола Если мы особенно появились одни Как вот в этой ситуации от соперника От союзника Союзника рядом нету То нам нужно будет сделать Замедление Вот Я сейчас заказываю зерка И его просто отменю Если там 12-го пола нету И Моя значит вот сейчас подняться Все, 12-го пола уже нету Уже видим полет Пол есть все-таки То есть Знаете, пол есть Мы построим зеркан Достроим Классный перикан Вот этот залетает Талкер-сентри Вард Третий пилон То есть Все как всегда Вот И чисто против Когда вы играете Соло раз Вы можете использовать Тогда составы Какие-то против соло раз Вот Чтоб использовать составы Вы можете Плюс-минус Посмотреть любые обучалки Где я рассказываю Как играть против какой-нибудь расы И Ну оттуда посмотреть Во что мы выходим Вот Для примера Рассказываю Против зерга Имморталы Дилы Архоны Ну Начнем мы с Астаргейта То есть Мы начнем с грелочки И потом мы будем делать Сталкера-колосса Например Сталкера-колосса Тоже рабочая тема Сталкера-колосса Могут работать Против зерга Могут работать Против зерга Не будут работать Против протоса Не будут вообще Никак То есть Что выйдет по сразу Уничтожаете Либо играете потом Старгейты Как и большинство Протоса Будут делать 2 на 2 Вот Делаем 2 адепта И Вайдрея Вайдрея Поможет нам Занять Нашу третью базу Как и адепты И смотрите Мы вторую Вроде бы ставим Поздно По таймингу Третью будем ставить Рано достаточно В итоге В итоге Воздушный Наш Юник Он нам Поможет Против зерга Вот здесь Занимать Территорию Центря Всегда 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 Помогает Разведать Плюс Минус Понять Какие-то Необычные Вещи Какие Могут Вообще Быть Необычные Вещи Моталистки Ранние Да То есть Все Вроде бы К нам Не пришли Нас Уничтожать Вайдрей Немножко Полетает Делаем Еще Одного Делаем Газы И вот В принципе Примерная Логика Вообще Всего Старкрафта Не Делайте Свитчей Дополнительные Технологии То есть Не нужно Играть В К примеру Старгейт И делать Там Пять Роба Внезапно Когда Вы На Одном Типе Газов Вот Мы здесь Спускаемся Делаем Смотрите Раз Два Роба Батарейка Наполняем Экономику Все База стала Сразу же Экономику Лупите Батарейка И здесь У нас Будет Баржа И Квайлайт Это Для Того Чтобы Сталкер Нужно Усилять Будем Сталкер Кого Сыграть Вот Против Батарейка 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 Продакшн Потратить Потратить Ресурсы Апгрейд Все И Готовимся Готовимся Нашей Войнушки Дальнейший 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 На пилончике Хорошая музыка Получилась Приятно Играть Вот И будем Выходить В пушек Кура 6 колоссов 6 колоссов Выход В пушек Субтитры но почти готовым состав интересным а достаточно мобильные смешанной мобильности на самом деле до заказе 2 отца потом призму пусть они стешу до заказами мы здесь выходим достаточно поздний выход у нас будет большой лимит и и и а а вот в чем наши сейчас заключаются приколы чем мы будем продолжать всю эту историю и продолжать лучше выучить charge начать делать архонтов архонтов и дарков дарки очень будут решать состав такой ударил отошел ударил отошел накидал килду облинканулся от бэйнов профокусил профокусил этих слонов слоников фокусим и постоянно ходим то есть удар атака удар атака мы не стоим на месте если вы стали на месте сопернику легко с вами там поговорить немножко сталкими можно делать блин бог этим блинком вы очень круто когда позицию занимаете причем прикол состава смотрите вот у нас сталкеры бегают влево-право влево-право да и вы вроде бы вроде бы в шарик вот сейчас этот шарик очень легко взять и окружить со всех сторон поэтому нужно постоянно двигаться вот но только вы стали где-то где идет бой примеру бой идет вот в этой зоне ваша задача стать широким фронтом то есть примеру если соперник стоит здесь вы должны стоять вот так вот широко шире его окружить его или еще что-то и вот этим составом это сделать очень просто поставьте что вот здесь у вас шарик армии и у него шарик армия если вы сделаете блинг вот сюда у вас армия в них автоматически становится широким фронтом и все вот и под этот замес в суматоху доварпываем дарков архонтов достраиваем и марталов и работает прикольно когда там все вылетело да но они убивают вот эти 200 хп и фишка в чем что скорость стоит с которой будут ложиться kerry и и будут ложиться коробторы несопоставима потому что чтобы за ваншоте с коробтора вам нужны все карьеры чтобы за ваншоте скейлера вам нужна половина коробторов но они будут ваншоте как мы выяснили да то есть с потерей 7 коробторов в каждой группе то есть если у вас группа 122 группа коробторов они будут просто намного дольше жить и раншой так фишка каратора вот они прилетают на эти литки оба от тебя нету тебя нету тебя нету тебя нету тебя нету и все и армия каратора будет вечно так вот шо то есть ну кстати две армии караторов получше сражались получается но все на их просто очень много вот самый большой прикол то есть даже если на эти армии разменивались бы хотя бы в хотя бы в ничью да то есть хотя бы там умирала ну не меньше половины каратора побольше половины прикол в том что процессу чтобы восстановить 20 карьеров пять минут зерго нужно столько времени сколько нужно чтобы накопить это количество газа